Запланированный переход на цифровое вещание, какая подготовительная работа проведена, какие еще рекомендации можем дать жителям. Пожалуйста, Рифат Асфанович, начальник управления информационных технологий связи. 3 июня в Республике Татарстан в рамках отключения аналогового сигнала Российской Федерации произойдет полный переход на цифровое эфирное телевидение. Если ранее жители могли смотреть бесплатно от 3 до 10 телеканалов в аналоговом формате, то в рамках перехода на цифровое эфирное телевидение жители получили возможность бесплатного просмотра двух мультиплексов, которые состоят из 20 общедоступных телеканалов в цифровом качестве. По данным радиотелевизионного передающего Центра Республики Татарстан, Казань на 100% охвачена сигналом цифрового эфирного вещания. Напомню, если на своем экране телевизора, рядом с логотипом федеральных каналов 1-й, Россия-1, НТВ-5 канал, видите букву А, то вы смотрите аналоговое телевизионное телевидение. Для перехода на цифровое вещание необходимо уточнить, поддерживает ли ваш телевизор цифровой стандарт. Это можно посмотреть в паспорте телевизора, либо по наименованию марки и модели телевизора на сайте радиотелевизионного передающего Центра. Если телевизор поддерживает цифровой стандарт, то для просмотра канала в цифровом формате Жителям многоквартирных домов необходимо подключить телевизор к общей домовой системе коллективного приема телевидения. Владельцы ужаснутого хозяйства в контейнере соответствуют уровню сигнала телеприема. Если телевизор не поддерживает цифровой стандарт, необходимо приобрести приставку. Переход на цифровое и эфирное вещание не коснется абонентов, подключенных к платным систем кабельного телевидения, IP-телевидения, спутникового телевидения, а также абонентов эфирного телевизора, на экранах телевизора которых отсутствует буква «А». В данном случае подключение на цифровое вещание произошло автоматически. С целью информирования населения разработана пошаговая инструкция настройки приема цифрового телевидения, которая размещена на сайтах мэрии Казани, Министерства информатизации связи, радиотелевизионного передающего центра в социальных сетях, на информационных стендах многоквартирных домов, в лифтах, в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, в приемных зонах администрации районов города, вагонах метрополитена, в общественно-наземном транспорте, в торговых центрах, прикассовых зонах крупноторговых сетей, в аптеках. В жилых массивах Казани были организованы сходы граждан, проведены мероприятия в поселках, информированы жители посредством мессенджеров, в религиозных учреждениях и аптеках размещены листовки. Совместно с радиотелевизионным передающим центром Республики Птарстан проведена разъяснительная работа о порядке подключения цифрового телесигнала для участников клуба «Жизнелюб» и для руководителей районных отделений партии «Егена России». При содействии Казанского центра развития добровольчества было обучено 218 волонтеров, которые в настоящее время помогают на стройке приставок жителям, обратившимся в Единый федеральный информационный центр. Жители многоквартирных домов с общедомовой системой коллективного приема телевидения могут подать заявку на подключение к цифровому эфирному телевещанию в открытую Казань. По данной заявке оказывается проверка телевизора на прием цифрового вещания, помощь на стройке телевизора и в случае необходимости производится ремонт общедомового оборудования систем коллективного приема телевидения. Вместе с тем есть многоквартирные дома, в проектах которых при строительстве не были включены сети коллективного телеприема, а также дома, жители которых отказались от пользования системой коллективного приема телевидения. Совместно с администрациями районов руководители управляющих организаций указанных домов были проинформированы о порядке восстановления или строительства общедомовой антенны. Для этого протоколом общего собрания собственнику жилья необходимо закрепить решение о восстановлении и включении системы коллективного приема телевидения в состав общедомового имущества, заключить договор с подрядной организацией. В преддверии празднования 74-й годовщины Великой Победы Исполнительным комитетом города Казани организованы мероприятия по оказанию адресной помощи участникам Великой Отечественной войны. Проведен анализ потребностей в обеспечении необходимым оборудованием. Благодаря поддержке ПАУТ от телекома и глав администрации районов 8 мая было вручено и настроено 5 приставок. После завершения праздничного мероприятия работа будет продолжена. Всего в поддержке нуждает 41 участник Великой Отечественной войны. 7 мая президентом Республики Татарстан согласовано выделение компенсации малообеспеченным гражданам в связи с переходом на цифровое телевидение. Перечень включены. Монгодетные семьи и семьи, воспитывающие детей инвалидов со среднодушевым доходом ниже прожиточного минимума. Одинокопроживающие пенсионеры старше 70 лет и одинокопроживающие инвалиды со среднодушевым доходом ниже 20 тысяч рублей в месяц. Средства выделены на приобретение цифровых приставов до 1000 рублей и антенн до 1000 рублей. Обратиться за компенсацией и уточнить необходимый перечень документов можно в отделении социальной защиты и в Едином федеральном информационном центре по номеру 8 800 220 2002. Отдельно отмечу порядок подключения цифрового сигнала в поселках города. В частных домохозяйствах, где нет общего домового антенны, жителям необходимо помимо телевизора, поддерживающего цифровой формат или телевизора и приставки, если телевизор не поддерживает цифру, приобрести дополнительную антенну. Она может быть как наружная, так и комнатная, в зависимости от уровня эфирного сигнала в поселке. Проверить, принимает ли телевизор цифровой телесигнал, жители могут на сайте смотри.рф, там же размещена интерактивная карта с точками продаж необходимого оборудования и его описания. С апреля началась плановая проверка готовности общедомовых антенн многоквартирных домов к отключению аналогового сигнала. По состоянию на 6 мая 250 многоквартирных домов переключены на прием только цифрового эфирного телевидения. По ходу проверки в многоквартирных домах, где общедомовая антенна не позволяет принимать цифровое телевидение, жители информируются о необходимости приобретения оборудования для приема цифрового телесигнала и оказываются помощь на стройке. Данные мероприятия позволяют выявить проблемные теневые зоны приема цифрового телесигнала, провести профилактические работы по приему антенных кабелей, заранее отработать обращение граждан и минимизировать количество заявок после отключения аналога 3 июня. Спасибо за внимание. Ихтебородович Рахмат. Спасибо, присаживайтесь. Основная работа за комитетом за управлением информационных технологий, но без комитета ЗКХ, управляющей компанией, глав районов эту работу тяжело будет в обозначенной сроке провести, поэтому прошу всех на контроле эту работу держать. Еще раз, люди в основном знают об этом процессе, но не мешает нам еще раз довести информацию через объявление в подъездах. Подумайте, Искандер Анварович, может быть, насчет фатуры информацию написать, с тем, чтобы было и телефон колл-центра, и информацию, где и как можно обратиться за этой помощью. У ТАТ-Телекома хорошая инициатива, они ветеранам Великой Отечественной войны оказывают спортсменскую помощь, хорошо бы и другие предприятия подумали о своих ветеранах, которые нуждаются в такой поддержке. Сначала облачная неделя, после праздников, завершаем добитый сезон, надеемся, что все будет сделано в срок, с новым качеством, и, как сказал докладчик, мы планируем переход на цифровое вещение, когда повторительная работа проведена, какие еще и темы, и телефон колл-центра, и информацию, где и как можно обратиться за этой помощью. Инициатива, они ветераны Великой Отечественной войны оказывают спортсменскую помощь, хорошо бы и другие предприятия, целого количества, горожан с его подрослой, спонсеризация, какие результаты приходят в 2018 году. Мы ближе к этой цифре, чем другие наши сопоставленные города, тем не менее, объем ежегодным профилактическим осмотров выполнен как в первые годы, это тяжело шло, но на сегодняшний день и количество 140 тысяч, по-моему, в первые годы выделенных заболеваний позволяет на раннюю озабоченность и на желание увидеть здоровое население в Казани до адресатора. Продолжение следует...